На ежегодной итоговой пресс-конференции губернатор Олег Ковалев также коснулся темы мигрантов. По его мнению, сейчас власть не полностью контролирует процесс пребывания на территории региона гастарвайтеров из стран ближнего зарубежья. Необходимо всех трудовых мигрантов переводить на патентную схему. Речь идет сейчас о том, чтобы перевести всех трудовых мигрантов на патентную систему. Не только у физических лиц, но и в малом бизнесе, если они работают, наемный труд используется. Либо там, значит, в крупном бизнесе они работают. Там, где используется наемный труд, тоже перевести на патенты. Право определять количество патентов, которые могут быть выданы, общее количество. Значит, патентов по тем или иным направлениям деятельности. Установление платы за патент будет, предполагается, отдать регионам. Одним из важнейших приоритетов губернатор назвал борьбу с коррупцией. В чем заключается коррупционная схема? Первое, когда чиновник имеет право решить проблему или отказать. И это на его усмотрение. Уже коррупционная возможность появляется, да? Значит, поэтому вот чиновник не должен при каких-то обстоятельствах конкретных, не должен иметь право выбора. Значит, он либо обязан будет решить, либо, если не предоставить, обязан будет отказать. И это должно быть публичным актом. Не так давно в прессе появилась информация о проектах по застройке села Константинова. Олег Ковалев сегодня подтвердил, что планы развития туристической отрасли, конечно, есть. Однако глава региона сообщил, что не допустит хаотичной застройки родины Сергея Есенина. Чтобы в Константиново ехали не экскурсанты, а туристы, в этом большая разница. Экскурсант что? Приехал, по экскурсии пробежался, пирожок с чаем съел и уехал. А турист что? Он заехал, поселился в гостиницу, пошел, разлегся, отдохнул. Наши жители оказывают ему услуги. Наши работники там. Заплатил деньги. Посетил с экскурсией Константинова, посетил Пощупова, посетил музей пчеловодства. Он за три дня больше денег потратит, чем за одну экскурсию? Больше. Здесь начинается экономика. В целом пресс-конференция продлилась более двух с половиной часов. За это время Олег Ковалев подробно ответил почти на три десятка вопросов. Подробнее о встрече главы региона с прессой мы планируем рассказать в эту пятницу. В итоговой программе «Время говорить».